День сна Новости почитайте или прогуляйтесь А вот для гаджетоманов плохая новость Никаких планшетов, телефонов и других устройств со светящимися экранами в комнате вообще не должно быть Подготовьте комнату, только темнота и тишина Даже ноутбук лучше унести на ночь в другую комнату Проветрите помещение и плотно закройте двери Говорят, от сквозняков не только простываешь, но и кошмары во сне получаешь Спать нужно на ровной и достаточно жесткой поверхности Укрываться не очень плотным одеялом, чтобы не было жарко Ну и некоторые специалисты рекомендуют спать вообще без подушки Теория, конечно, сомнительная, вы попробуйте, вдруг вам понравится Особенно полезно для девушек, обещают лицо без морщинок Спать лучше всего головой на север или на восток Так электромагнитные поля позволят лучше выспаться Самая оптимальная поза на боку полезна для позвоночника Не перегружаются почки и легкие Обратите внимание и на одежду Естественно, удобная, мягкая, но без вязочек, бантиков и капюшонов Ну и совет для лежебок По утрам не залеживайтесь подолгу в кровати Проснулись, потянулись и сразу подъем вперед и покорять мир Помните, хотите чувствовать себя с утра хорошо и не клевать носом Обращайте внимание на правила здорового сна Некоторые гормоны, например, человеческого организма Вырабатываются только в самых глубоких фазах сна То есть если вы в эти фазы сна не погружаетесь достаточно глубоко Через какое-то время у вас начинаются проблемы именно со здоровьем Соматические заболевания могут возникнуть В частности, может возникнуть даже ожирение из-за того, что человек плохо спит Сонные особенности, оказывается, зависят от национальности Например, в Британии большинство людей спят обнаженными Японцы не используют подушки и отводят на сон максимум 6 часов Жители Мексики меняют постельное белье каждый день Американцы чаще всех засыпают с домашними животными В арабских странах перед сном молятся, а в Индии медитируют Но большинство жителей планеты уверены в одном Главное для хорошего сна – это тишина